Здарова натуралы! Сегодня у нас должны были быть обычные в поисках жуков, но я решил немного разнообразить эту тему и сегодня мы займёмся поиском бабочек. Также хочу напомнить, что вы тоже можете попасть в видос, перейдя по ссылке в описании в мой телеграм-канал и скинув под любой пост фото своего улова. Фото людей, которые это уже сделали, будут в конце данного ролика. Поехали! Так, ну что, сегодня мы открываем новую рубрику, точнее новую подрубрику, которая является отслоением от поисков жуков. Только искать мы будем не жуков, а бабочек. Именно за ними мы сегодня пришли и будем надеяться, что получится поймать кое-кого интересного. Я в бабочках полный ноль и охочусь за ними в первый раз, поэтому если где-то буду неправ, то всегда буду рад поправлению в комментариях. Ну, вот примерно такой биотоп, небольшой такой степной участок, много полевых трав, цветов. Вот это как раз хорошее место для ловли жуков разнообразных, полевых бабочек. Но сейчас уже вечер, поэтому я тут особо никого не вижу, играть не найду. Но в любом случае, если не поймаем сейчас, вернёмся завтра днём и 100% кого-то найдём. Даже несмотря на ветер и далеко не самое удачное время дня, мне удалось кое-что поймать. Это мой почин. Первая бабочка в коллекции. Ну, это явно не что-то редкое. Часто таких вижу и в природе, и в коллекции у других антомологов. Но как первый экземпляр в коллекции, думаю, пойдёт. Опять же, хз, кто это? Бабочки вообще не шарю. Это первая вылазка, опять же. Ну, короче, как первый экземпляр, вполне пойдёт. Мне она нравится. Хоть мелкая, но красивая. Второй экземпляр того же вида. Я, насколько вижу, они... Только эти бабочки тут и летают. Ну ладно, уже хоть чё-то поймал. Уже не зря вышел. Теперь давайте покажу, как я ловлю бабочек, так как это далеко не для всех очевидно. Ну вот, иду по полю, вижу там цветки какие-то. Вот, длинный цветок. Вон кустик, идём к нему. Сейчас осмотрим его. Вот. Тут, видим, летают пчёлы. Вон муха, журчалка села. А бабочек не видно. Идём дальше, смотрим. Когда я вижу бабочку, то быстренько накрываю её. Кстати, вот сачок мой. Необычный детский. Этот я купил около пары лет назад. Он маленький, ручной. Прикольный. Очень удобный. Намного удобнее того, что длинный, продаётся обычно в магазинах. И дальше просто накрываем бабочку и аккуратно её из сачка перекладываем в контейнер. Как-то вот так вот ищем дальше. Так, ну сейчас уже скоро темнеет, поэтому идём домой. Ну, в общем, место я разведал. Оно прикольное. Завтра днём обязательно сюда вернусь. Сейчас идём домой, а потом, скорее всего, пойду на ночную охоту. Если найду кого-то интересного, то вставлю фрагменты примерно сейчас. Ну, вот сидит эта бабочка. Тут, походу, кроме этого вида, никого особо не летает сейчас в такое время. Поэтому, наверное, сейчас будем закругляться. Ну, короче, я решил чуть поменять место. Туда мы ещё вернёмся, но позже. Сейчас идём туда. Там есть небольшой участок дикой, нетронутой почти степи. И там можно найти, думаю, много интересного. Так что, идём искать. Вот, поймал ещё такую бабочку, как вчера. Ну, наподобие. Только намного красивее. Это вроде, как называется, голубянки, там, род или семейство. Вообще за бабочек не шарю, так что извиняйте. Но её забираем. Она довольно красивая. Хотя и мелкая. Примерно вот туда вот мы идём. Там должно быть много бабочек интересных. Хотя я уже кое-что интересное видел. И Даш поймал. Так что, надеюсь, там найдём ещё больше всякого крутого. Ещё тут очень много стрекоз. Вот таких вот. Это вроде называются стрелки. Стрекозы эти. Они мелкие, но довольно красивые. Так что, думаю, тоже на обратном пути можно пару штук взять. Чисто на коллекцию. Ну, в общем, мы уже довольно достойно прошлись. Видел только кучу мелких синих бабочек. Кучу таких, как ловил вчера. Пару этих капустниц белых, как у нас их называют. И два вроде бы кардинала. Или адмирала, не помню, как называются. И ещё очень много хлебных жуков. И поймал самку в форме куникулярии. Но это уже материал на другие видео. Ну, в общем, мы пришли на место. Бабочек много. Вот, к примеру, летают какие-то белые капустницы. Опять же, как их у нас называют. Не знаю, правильно ли это. Ну, короче, бабочек много. Видел и мелких голубянок. Но других, не таких, как я ловил. Видел и больших прикольных бабочек. О, вон шепались. Но, блин, их не поймать. Они быстрые, капец. Таким сачком я их вряд ли поймаю. Поэтому остаётся только наблюдать. Ну, ладно, чё-то мы да поймаем. Так что не стоит расстраиваться. Решил немного зайти в лес и поймал вот такую штуку. Ну, таких я раньше много видел. Но она, вроде, довольно красивая. Поэтому её, думаю, стоит забрать. Опять же, для пополнения коллекции. Вполне пойдёт. Поймал хоть чё-то более-менее красивое и интересное. Вот такая бабочка. Опять же, хозовит. Позже определю. Но она весьма красивая. Хотя и сомневаюсь, что что-то редкое. Ну, забираем, короче. В любом случае, пойдёт в коллекцию. Вот такая вот красавица. Средних размеров. Но весьма прикольная, красивая и интересная. Станет достойным украшением в коллекции. На фоне этих цветов давайте заканчивать выпуск. За два дня поисков, за пару походов, мы поймали четыре вида бабочек. Ну, это, в общем-то, неплохо, как для первого раза. Ну, я надеялся поймать больше. Как минимум, я хотел поймать кого-то реально крутого. А не баналов, которые есть у каждого в коллекции. И которые летают на каждом шагу. Ну, это далеко не первый по... Не последний поиск. Поэтому мы сто процентов ещё кое-что найдём. И если эта рубрика получит ваше одобрение в виде комментариев и лайков, то, естественно, буду снимать продолжение данной рубрики. Вот такой вот выпуск получился. Довольно неорганизованный и пресный, как по мне. Но, надеюсь, вам он хоть немного понравился. Ну, и напоследок предлагаю посмотреть на находки моих подписчиков с телеграм-канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok